Запеканка красивая, ароматная, очень вкусная. Давайте мы сейчас ее с вами и приготовим. Для приготовления запеканки мне понадобится 300 граммов тыква. Тыква у меня большая, сейчас я отделю 300 граммов, почищу ее, порежу и натру на терке. Вот я отделила кусочек, он прекрасен, без зернышек и сейчас я его почищу. Вот у меня ровно 300 граммов чистого веса. Берем удобную емкость, терочку и натираем нашу тыквочку. Итак, тыква готова. Теперь мы сюда добавляем 250 миллилитров кефира и 250 граммов мамки. Это получается 2 стакана. И сюда мы добавляем 100 граммов сахара. По желанию можно больше. Сейчас мы это все перемешаем. Кроме этого мы добавляем 1 чайную ложку разрыхлителя, пол чайной ложки куркумы, апельсиновую цедру, только у меня сухая. Можно лимонную, можно мандариновую, это не принципиально. И пол чайной ложки соли. Еще раз перемешиваем. Вот такая влажная масса у нас получается. Никаких жиров мы сюда не кладем. Выкладываем форму. Вот у меня форма. Я постелила пергамент, смазала маслом сливочным. Выкладываем. Теперь ровненько распределяем по поверхности. Теперь мы отправляем в духовку. Температура духовки 180 градусов на 30-35 минут. Пока наша запеканка запекается, мы сделаем сироп. 100 миллилитров воды, 100 граммов сахара и сок лимона или сироп лимона. У меня сироп лимона. Буквально 50 граммов. Ставим на огонь, доводим до кипения. Запеканка наша готова. И вот пока она горячая, мы заливаем горячим нашим сиропом, который я только что сварила. Весь наш сироп запеканка должна впитать. Вот это и будет у нас самый лучший вкус. Когда мы печем обычно пироги, мы всегда манку и кефир оставляем где-то на 20-30 минут, чтобы она набухла, чтобы она была пышная. Но в этом случае этого делать не нужно. Нам сейчас нужно, чтобы сироп полностью поглотила наша запеканка. Оставляем остывать, а потом разрежем на квадратики. Ну вот, мои друзья, такая у нас запеканочка. Сейчас я немножко посыплю ее сахарной пудрой и разрежу на квадратики. Ну вот, дорогие друзья, вот такая у нас получилась прекрасная запеканочка. Очень вкусная. Давайте попробуем. Дорогие друзья, готовьте такую запеканку. Это очень вкусно. И сейчас мы нашу запеканку попробуем. Вот смотрите, какая красота. Пористая, тает во рту, сочная. Мы же ее полили карамелью, поэтому она такая и вкусная получилась у нас. Готовим с уверенностью. Готовим с удовольствием. Всегда все будет получаться отлично. Всего вам доброго, дорогие друзья! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!